Октябрьские хирурги изъяли у умершего парня внутренние органы без согласия его родных. Последние подали в суд на врачей. Они требуют возмещения морального вреда. Медики же уверены в своей правоте и утверждают, что операции проведены в соответствии с законом. Обе стороны конфликта выслушала Елена Устимович. В семье Кощерба из Байганинского района большое горе. 22-летний сын и брат получил травму головы в обычной драке. На утро Серегбол сын впал в кому. Районные врачи приняли решение направить пациента в областной центр. Там опасения медиков подтвердились. Травмы несовместимы с жизнью. Молодой парень умер. Его органы пересадили другим пациентам. Врачам надо было хотя бы у одного нашего родственника взять разрешение. Об изъятии органов нам сообщили только в морге, когда мы забирали тело. Мы удивились. Для нас это стало большим потрясением. Почки умершего парня помогли спасти две человеческие жизни, говорят медики. Органы прижились и сейчас пациенты, чьи имена не разглашают, готовятся к выписке. В свою очередь родные погибшего подали иск в суд на медиков и требуют возмещения морального вреда за то, что операцию провели без их согласия. Изъятие органов было осуществлено без согласия родственников ввиду экстренности ситуации. Она выполнена в ночное время. По действующим нормативным документам медицинские работники имеют право выполнять изъятие органа для последующей пересадки. Если при жизни человек сам не написал заявление, что он отказывается стать донором. Все требования законодательной базы в данном случае были соблюдены, утверждают в Управлении здравоохранения. Смерть мозга у пациента подтвердил консилиум врачей на основании проведенных исследований. Трупное донорство в регионе, где создается медицинский классер, активно развивается. Из 37 проведенных операций по пересадке печени и почек в 6 случаях органы изъяли у уже умерших пациентов. Дефицит органов – проблема серьезная. Сегодня почти 400 актюбинцев нуждаются в трансплантации органов. Их единственной надеждой на спасение может стать умерший донор.